В ходе поездки в Марпасадский район глава Чуваши Олег Николаев провел совещание по ряду актуальных задач, стоящих перед органами власти. Некоторые вопросы обсуждались с выездом на место. Я проект видел, мы сейчас включились, пытаемся решить вопрос, когда уже вы в колокола забили. Меня интересует вопрос, почему до этого вы вообще молчали? Вот в таких условиях каждый год мучаетесь. Общеобразовательная школа микрорайона Коновалова исчерпала все свои ресурсы. Из-за закрытия деревянного пристроя с ноября 2017 года учеба проходит в две смены. Учреждение осталось без столовой, не хватает и учебных классов. Нет пришкольного стадиона для занятий физкультурой на открытом воздухе. Мы хотели сперва ремонтировать, капремонт войти, но когда провели экспертизу, получилось, что капремонту не подлежит, так как и фундамент, и крыша, и потолок у них в очень плачевном состоянии. В данный момент дети ходят у нас, кушают далеко, 300 метров, технологический техникум, слава богу, есть рядом. Образовательному учреждению выписан целый ряд предписаний о нарушениях требований СанПИН, но поэтапно их устранение не решает проблемы в целом. Новую школу планируют построить на 375 мест. Уже готова вся необходимая проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу с положительным заключением. Но время было упущено, и объект не вошел в перечень учреждений, которые будут построены в рамках НАСПроекта образования. Правительство ищет пути выхода из сложившейся ситуации. Сейчас мы сделаем все, чтобы уже в этом году найти источники финансирования для этой школы. Мы сейчас ожидаем, что в конце апреля данный объект может быть включен в программу финансирования по комплексному развитию сельских территорий. И в случае положительного решения мы уже будем иметь источники финансирования, и уже на следующий год данный объект будет построен. Олег Николаев поручил местным властям найти временное решение. Подумать, как можно разделить потоки учащихся, организовать прием пищи для младшеклассников. На встрече обсудили событийный туризм. Фестивали, конкурсы, ярмарки, основанные на местных традициях и важных исторических событиях, должны быть объединены в цельную туристическую карту района и республики. На этой основе можно выстраивать туристические маршруты. Ни один из них не заработает, если в районе не будет нормальных дорог. В этом году на капитальный ремонт дорожного полотна заложено свыше 100 миллионов рублей. Заехал Олег Николаев и Вильборусова. Там, в память о страшной трагедии, унесшей в пожаре жизни более 100 школьников, будет обновлен мемориал. Его реконструкцией займется известный скульптор Владимир Нагорнов. По проекту предполагается возвести часовню в честь погибших в пожаре, отреставрировать действующий памятник и установить плиты с именами погибших. Работа максимально должна быть завершена к 5 ноября, спустя 60 лет после трагедии. Екатерина Шиверова, Виктор Степанов, Республика.